Как получить обещанный бесплатный интернет за прививку от коронавируса? Правда ли, что в Кыргызстан едет новая партия автобусов из Ташкента? За что Аскар Акаев решил попросить прощения у кыргызстанцев? Ответы на все эти вопросы в блоге, кстати, прямо сейчас. Первый беглый президент Кыргызстана Аскар Акаев 8 августа улетел обратно в Москву. Ранее он записал видеообращение, в котором попросил прощения у кыргызстанцев за ситуацию с Кумтером. По его словам, отсутствие должного контроля с его стороны за правительством во времена его правления позволило канадским инвесторам получить полный контроль над трудником. И как бывший президент чувствую вину за допущенные мною ошибки и еще раз хочу искренне извиниться перед вами. А что, так можно было, что ли? Аскар Акаев прибыл в Кыргызстан 2 августа. Он заявил, что приехал, чтобы чистосердечно рассказать, как строили Кумтер и какие были ошибки. Он признался, что по прилету на родину успел встретиться с президентом Садром Джапаровым в резиденции, где он его тепло принял. Садром Джапаровым в Кыргызстан 2 августа. Созидательный план есть у нового руководства. Поэтому я хочу этому поспособствовать, помочь миру своих сил. Аскар Акаев, как и ряд высокопоставленных чиновников, находился в розыске по делу о коррупции по проекту Кумтер. Сегодня, 9 августа, на брифинге замминистра здравоохранения и соцразвития Бахыт Джангазиев рассказал, что мобильные операторы уже предоставляют подарочные пакеты интернета пользователям, воспользовавшимся услугой по получению сертификатов о вакцинации. Бахыт Джангазиев пояснил, что если абонент имеет мобильный кошелек, прошел полный курс вакцинации и сформировал сертификат, ему начислят бонусы. А вот что происходит в соседней стране? Только интересное. В Казахстане предложили стрелять в людей дротиками с вакциной от коронавируса. Предложение поступило от группы медиков-инфекционистов. Они считают оправданным дистанционное вакцинирование и в качестве примера привели метод усыпления диких животных. Если данная идея будет принята к реализации, то в скором будущем на городских улицах появятся специально обученные охотники. Вооружившись арбалетами, они будут на расстоянии отстреливать дротиками-вакцинами всех, кто не желает вакцинироваться добровольно. Мне почему-то кажется, что эта цель – моя шея. Бежим! Я начинаю неметь. Минздрав Республики Казахстан обещал внимательно изучить экстравагантные предложения и представить на суд общественности. В Кыргызстан едет новая партия автобусов из Ташкента. Видео отправляют пассажиры мимо проезжающих машин. Ролик снят на трассе Карабалта-Бишкек. Напомним, что в середине июня автобусы, произведенные в Узбекистане, выехали на улицы Бишкека, после чего был сделан заказ новой партии. На сегодня у меня все. Не забывайте оставлять свои мнения в комментариях. Это будет, как всегда, кстати. Всем хороших новостей.